здравствуйте на канале тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин а со мной студии журналист газеты вести лазарь данович здравствуйте и журналист первого радио павел маргулян здравствуйте движение свободный израиль есть такое в израиле я к стыду своему не знал что оно существует но вот теперь буду знать она громко заявила о себе предложением устроить шествие в бный брак они собираются осквернять субботу естественно в кавычках за то что по их мнению мнению религиозной засели давно оскверняет ведь всю страну я даже процитирую их главный тезис он был выдвинут в фейсбуке в социальной сети на их странице что на каждый закрытый магазин субботу в тель-виве мы ответим войной против мира коррумпированные торы подчеркну это цитата значит заявление это было сделано отнюдь не в ответ на историю железной дорогой как всем известно был такой конфликт когда в субботу были запрещены работы под давлением религиозных партий а дело в том что в тель-виве действительно в очередной раз под давлением религиозных партий собираются закрыть магазины по субботам здесь они в этом городе они успешно работали коллеги у меня к вам вопрос собственно говоря пока что один мы присутствуем при очередной муре стакане воды или наконец-то я не знаю хорошо это ли плохо с какой коннотации говорит наконец-то у нас может стряхнуться страна и по поводу взаимоотношений религии общества и вообще как нам жить и как нам быть в этих отношениях павел я думаю что первый вариант буря в стакане воды и мне кажется страна не стряхнется из-за этого если она не стряхнулась из других вещей до сих пор должен сказать что стороны лидеров ортодоксальных партий уже поступили опровержение того что алья дэри хочет закрыть магазины в тель-виве я сегодня читал его цитату что пусть светские жители города тель-вива сами решат как должна их выглядеть их суббота поэтому я в принципе против всяческих провокационных демонстраций которые разделяют наше общество каким бы они ни были и какими основаниями не пользовались их организаторы это по-моему ни к чему хорошему для нашей страны и для нашего общества не приведет лазарь вот это вот одно из предложений по-моему другой уже компании называется сибат архоубыбный брак бешабад то есть ну такое танцевальное шествие в шаббат пубный браку ты как поддерживаешь но естественно в знак протеста они предлагают я вообще не большой сторонник крестных ходов любых это в том числе по моему это все от лукавого потому что ну во первых и не дадут особенно во вторых это явно это провокационно это может вызвать нездоровые абсолютно нездоровую реакцию и и зачем вы хотите быть культурные цивилизованные и выше чего-то а предлагаете но это не отвечает простите перебью зачем многие из них отвечают на такие вопросы зачем они говорят а мы устали мы устали бы жить в государстве единственном по моему в мире светском государстве где нет общественного транспорта по субботам где невозможно заключить браки невозможно нормально развестись и так далее так далее давайте все таки мухи отдельно котлеты отдельно очень много началось с того что по шаббатам есть неравенство торговое неравенство торговцев то есть те кто работает в шаббат позволяют себе работать шаббат собирают хороший урожай денег тем более что они немножко в это время поднимают цены потому что хотите получите те же кто не работает считают себя ущемленными и несколько раз подавали на это обращали на это внимание экономических и политических сил что почему мы теряем на этом наверное все таки исходить надо в первую очередь нет и не из святости а из того что очень недовольны именно экономические пострадавшие стороны в тель-авиве это вряд ли получится потому что все таки тель-авив достаточно туристский город и это вообще город без перерыва здесь если сделать вот этот вот запрет а у арии дэри хватило ума и опыта уже ответить что этого не будет вот но если это не дай бог сделать то как в том анекдоте к вам люди перестанут уходить это ударить очень я не думаю что это волнует арьи дэри и его разбирателей это очень сильно ударит и по туристической отрасли и по городу как таковому я не думаю все таки какие-то силы окажутся сильнее и не произойдет этого повального закрытия но вот как мне кажется может быть каким-то образом что-то придумать для того чтобы не работающим в связи с законом о шаббате торговым и прочим заведениям и предприятиям придумать какую-то вкусную конфету которые бы их успокоил ты сказал что арии дэри отказался от приписываемых как он выразился ему слово о том что он хочет закрыть и пусть ему решают на уровне города но город все равно поставлен в рамки того что если он действует по закону это не раз говорил мэр города то он должен закрыть большую часть сегодня работающих по шаббатом заведений нет у него права и мы уже несколько раз давали предписание из министерства внутренних дел и до дэри городу и тогда хольда и сказал я если я должен действовать по закону я буду закрывать и многие я просто знаю и лазарь знает многие владельцы магазинчиков и так далее которые раньше по субботам работали теперь под страхом штрафов перестали работать я думаю что там вот остаться что закон что дышло потому что есть муниципальный закон который разрешает работать этим магазином хотя это на самом деле не первая атака на эти шаббатные магазины субботние по моему еще в бытность гидеона сара министр совершенно верно была сделала такая так но по моему воза ныне там и нет нет сократилось количество сократилось да она там периодически их штрафуют вроде бы смотрите здесь есть такая ситуация я напомню что представители ортодоксального сектора выступают с таким предложением постоянно когда они предлагают в тех районах нашей страны в иерусалиме в том же закрыть улицы для движения автомобилей на которых живет большинство ортодоксального населения они требуют уважать мнение большинства населения то же самое правило должно работать и в тель-авиве только наоборот надо уважать мнение светского населения потому что там ясно явное большинство светского населения и надо уважать их образ жизни поэтому мне кажется что ортодоксальные политики говоря о статус-кво сохранение статус-кво то же самое железной дороги то же самое с субботними магазинами они пытаются нарушить это статус-кво и сдвинуть его как бы в свою сторону и будем надеяться у них это не получится по поводу вот этой а кто их остановит извините я вас перебью вы говорите такие шествия вот как из разговора с которого вы начали провокационные и они не нужны я могу сказать политики не решают они хотят регулированные партии у себя в коалиции иметь потому что они выгодны я могу сказать кто их остановит в частности ситуацию с железными дорогами сейчас на мой взгляд во многом остановил последний опрос расклада политических партий который был опубликован в середине этой недели и мы знаем уже что комиссия хайма каца приняла решение разрешить работы на железной дороге в эти выходные и все это сойдет на нет потому что мне кажется представители ортодоксальных партий наверняка в ликуде им сказали что посмотрите чего вы добились вы хотите чтобы я и лапит был главой правительства тогда вы не получите вообще ничего из того что вам дает ликуд а давить здесь надо на политиков которые уступают ортодоксом я думаю что многие жители бнебрака если эта демонстрация или там дискотека будет они вообще не поймут о чем речь и в чем из-за чего этот конфликт давить надо политикам которые уступают боясь свою политическую карьеру вот они главная цель должна быть любого движения израиль ховшит или еще другого который хотя бы пытается сохранить статус-кон на который периодически наступают ну наверное есть и с обеих сторон в общем-то попытки изменить его в ту или иную сторону я так думаю что в израиле вы знаете в израиле нет такого сегодня решили завтра сделали мы страна довольно такая тягучая поэтому все эти накладываемые штрафы прочего прочего вида так сказать репрессий которые которым могут подвергаться работающие по шаббатам по субботам магазины увеселительные заведения кафе и так далее надо просто класть под сукну пусть полежат пусть подумают пусть изменится ситуация она изменится не сразу их страховка штрафовать не сразу их закрывать и вообще бюрократия это же серьезная штука понимаете бюрократия бьет же не только по гражданину может ударить и по политику поэтому я думаю что и потом почему мы говорим только тель-авиве в хайфе ходят автобусы по субботам в хайфе они ходят потому что там это смешанный город со смешанным населением хорошо тель-авив по закону по тель-авив яфу тоже город со смешанным населением я знаю что это движение израиль ховшита организовал сейчас автобус который идет по 63 маршруту в субботу гиватаем рамадган тель-авив вот частная инициатива но она работает совершенно нормально значит далее в эйлате кто-нибудь ощущает наступление шаббата вряд ли в натании очень сильно ощущается в курортном городе тоже не очень сильно там где берет в руки ситуацию экономика выгода и здравый смысл там отступают господа ортодоксы и все прочие и побеждает здравый смысл я думаю он точно также победит и в тель-авиве если не даст слабину не смолодушничает в очередной раз горсполком или я ну может быть я только от себя хочу добавить что пока что возобладал к счастью не только здравый смысл даже не столько здравый смысл как раз не возобладал а за возобладал в израиле хоть какой-то действующий закон потому что богат отменил решение главы правительства а при остановке работ на железнодорожном транспорте не то чтобы отменил он сказал что он не имеет права за его полномочия в тель-авиве мне кажется та же самая ситуация рон хульдаи выполняет решение там министерства внутренних дел но у этого решения есть так сказать дыры в его во первых он говорит инспектора мои евреи вы хотите чтобы они в субботу работали закрывая другие бизнесы в субботу это раз окей я найду несколько человек которые выпишут несколько штрафов более этого я сделать не могу вы хотите закрыть магазины пожалуйста министр безопасности гелядердан присылайте наряды полиции закрывать эти магазины я хочу посмотреть на вас и на ваше политическое будущее если вы хотя бы один раз так сделать я думаю это примерно такая позиция рона хульдаи который вот как прекрасно это прекрасно это то самое что нужно делать так чтобы не делать плохо но будем надеяться что ваш оптимизм оправдан и через много-много лет какая-нибудь гипотетическая цицилия абрамовна из-за ждода сможет в пятницу не сидеть просто дома а сесть на автобус и поехать к своим внукам в ашкелон чего она лишена сегодня или мать-одиночка да совершенно верно у которой нет машины ну вот она может быть она доживет до такого счастливого момента а молодые люди которые сегодня отправляются в прагу будапешт в америку куда угодно чтобы заключить там брак оба израильтянина смогут это сделать в родной стране так сказать хорошо коллеги большое спасибо напомню что со мной студии был журналист газеты вести лазарь данович и журналист первого радио павел маргулян всего вам доброго шаббат шалу